друзья я рад вас приветствовать сегодня у нас юбилейный выпуск вопросов и ответов по программированию номер 20 итак давайте вам покажу какие вопросы в общем не будем на них долго останавливаться перейдем к первому поехали итак вопрос номер 90 что вы думаете про спек флоу ну для начала давайте определимся что есть этот самый спек флоу и так спек флоу это фреймворк который позволяет определенным образом вести разработку программного обеспечения так называемый behavior driven development то есть подход является очень похожим на тест-driven development behavior driven development это один из вариантов разработки управляемый тестами то есть вы пишете тест который должен реализовать какой-то функционал ну там red green рефакторинг такой подход используется в общем это очень похоже на тест-driven development но только с тем отличием что в bdd используется user story то есть уделяется история пользователям которые описывают как бы они хотели видеть вот этот вот рабочий функционал а в тест-driven development пишется тесты на конкретный допустим метод на конкретные свойства ну то есть немножко более узкой направленности но и надо сказать behavior driven development фокусируется на более широкой концепции то есть на поведении не только свойства нужно проверить но и какие-то поведения определить при написании тех самых тестов ну и вот если говорить про то как я к этому отношусь я скажу что это просто другой способ разработки на самом деле достаточно интересный но он настолько другой что мне не довелось вот за свою карьеру где-то встретить использование этого подхода хотя достаточно многое про него читал слышал и видел интересный подход есть специальный вариант разметки которым описываются эти вот user story и прямо из них практически автоматически да там при наличии установленных экстеншенов visual studio например или в райдер вот эти вот тесты генерируются как только у вас генерируются тесты вы сможете написать функционал реализуем эти тесты ну в общем это на самом деле такой достаточно интересно наверно можно выразить подход который имеет своих почитателей я к этим почитателям извините не отношусь ну что еще нужно сказать про спектр флоу спектр флоу так как он взял на behavior driven development он очень близок концепции ddd то есть domain driven design то есть когда вообще дома и древний дизайн это та штука которая позволяет аналитиков подружить с разработчиками и вот для разработки модели так сказать предметной области вот на основании вот этих вот спектр флоу вот этих вот спецификаций да вот этих тестов behavior driven development в этом спецификации в этом конкретном фреймворке ну вот это вот связь она очень близко да то есть аналитики видят какие требования не написали разработчики грубо говоря вот прямо из этих требований сразу создают юнит тесты и в общем-то реализует этот функционал мне кажется это такое вот очень близкие понятия ну может быть я ошибаюсь давайте это в общем-то обсудим ну и давайте перейдем к следующему вопросу следующий вопрос у нас номер 91 звучит он следующим образом комментарии в коде это хорошо или плохо но друзья тут все очень просто комментарии бывают разные есть полезные есть бесполезные есть давайте покажу на конкретном примере ну например вот vehicle type который мы используем одном из предыдущих видео и здесь комментарии но в общем-то на самом деле мне кажется понятный и если вы в общем-то давно не заходили в проект то он вам подскажет что это для чего или в каком месте используется или например в каком микросервисе если речь идет о микросервисах есть комментарии которые на самом деле в общем-то показывают что делает ну например вот validate он insert или validate он апдейт понятно что они в общем-то очевидные но тем не менее возможно в комментариях комментарии в общем-то бывают разные да здесь речь идет о summary который можно заложить в документацию если используются специальные док генераторы и это в общем-то обязательно полезны потому что ну здесь я думаю как бы вы со мной согласитесь ну и вот еще один допустим вариант комментарии я тоже где-то встречал его в одном из файлов в общем то тут на самом деле у нас как бы в общем все понятно да то есть физическое удаление файла в принципе он в summary может пойти но как вы думаете насколько полезен вот этот комментарий я думаю что если правильно называть файл и использовать naming convention или какой-то другие договоренности которые явно то есть не используется сокращение да то тут как бы так понятно файл удаляется и по определенном пути и то есть проверка файла идет его наличие то есть если он в системе или нет другой вариант что есть еще и другие комментарии например вот такой вот который ну настолько очевиден что здесь абсолютно не нужен то есть от этого комментария я бы избавился в общем то как от этого ну и что вы думаете про этот в комментарии мне тоже кажется что он на самом деле тут не нужен потому что файл делит в определенном месту то есть смотрите комментарии комментарии рознь есть комментарии которые называются summary которые попадут в документацию в данном варианте есть комментарии которые обязательные но они не используются например ну вот вот таким вот вариантом до чтобы разработчик не стал писал catch потому что здесь уже мы написано что мы вы игнорируют ну и комментарии как показано в предыдущих примерах давайте вернемся на них они могут формировать документацию и в общем то могут помогать разобраться в коде но есть бессмысленный комментарий все хорошо в меру как бы вы это не понимали я за комментарии потому что в некоторых вариантах без них бывает на очень сложной логике разобраться что прочего и даже рассматривать последовательно в дебаге смотреть какие варианты происходят изменения какая-то переменная ну проще написать что здесь она становится такое то здесь он остается такое то через там 30 50 там строчек кода она станет такой то и в общем то комментарии как говорится комментариям рознь ну нужно самому подходить к этому но я настоятельно рекомендую правильно именовать методы правильно именовать переменные правильно именовать свойства чтобы вам было понятно из самого названия свойства и метода что он делает вот такой вот ответ если хотите итак вопрос номер 92 как вы думаете готов ли уже blazer в по семь ли используется на серьезном продакшене поясните пожалуйста свой ответ друзья на самом деле с чего то нужно начинать и серьезный продакшен это такое немножко размытое понятие например если вы используете серьезный продакшен для того чтобы ваши клиенты или вообще в публичном доступе использовали blazer web assembly это один вариант если вы используете blazer web assembly допустим на локальном сайте да на корпоративном сайте предприятия это другой продакшен но тем не менее это тоже продакшен так вот я сейчас общаюсь с людьми которые в общем то тоже разработчики у которых есть свои компании в которых они работают и надо сказать что ребята начали уже использовать blazer web assembly на корпоративных проектов которые используются внутри компании то есть если что-то где-то глюканет в общем-то не так страшно лицо компании не пострадает и вот люди начали писать в по семье надо сказать что я сделал пару таких в общем на корпоративных порталах они достаточно серьезно используется что сказать еще web assembly я думаю что нужно подождать шестую версию вот она уже скоро появится и надо сказать что сейчас blazer это хорошая на самом деле система но как только появится к ней всякие причиндал если так можно выразиться компоненты как он контрол и дополнительные какие-то бесплатные нативные реализации ну в отличие от тех которые сделан там телерик или допустим деф экспресс вот и компоненты которые можно использовать для быстрой разработки сейчас же вам придется так или иначе все писать вручную и это немножко напрягает хотя дня с одной стороны в этом вы их апните опыта у вас будет скилл так называемый писать уже кастомный компонент для blazer а это будет большим плюсом в общем отвечая на вопрос кратко думаете что да я думаю что он уже готов но серьезный продакшен для публичного использования один вариант я думаю что рановато а для серьезного продакшена внутри допустим компании ну это мой взгляд очень интересный и правильный подход когда вы изучая запустите его и посмотрите как на нем вот это вот все держится я думаю что я ответил на этот вопрос так вопрос у нас номер 93 насколько необходим рефакторинг кода для разработчика можно ли вы избежать коллеги я в шоке есть не сказать грубейте давайте разбираться что такое рефакторинг смотрите вы запускаете visual studio или например rider неважно создаете какой-нибудь проект который студия сгенерирует из какого-то шаблона и у вас уже есть готовый проект вы его запустили он работает там и 5 показался или формочка отобразилась красиво и как только вы начинаете вносить первое изменение это есть уже рефакторинг грубо говоря рефакторинг это есть изменение кода существующего кода вот даже если вы просто создадите папку какого-то приложения и не используйте шаблон то то есть чтобы visual studio или допустим райдер ничего не сгенерировал вы будете создавать файлы и это на мой взгляд уже является рефакторингом вы создаете то есть рефакторинг это не только изменение какого-то кода я сейчас говорю настолько абстрактно чтобы не играться в подробности чтобы вот донести свою мысль рефакторинг это изменение причем добавление нового кода для нового функционала это тоже изменение существующей системы не какого-то там файла изменения а именно существующей системы в данном случае шаблон да какой-то там и 5 проект в какой-нибудь ассемблей я не знаю в информ на пев вы изменяете код добавляете новые формочки добавлять новые ресурсы новые классы новые сервисы это изменение это есть рефакторинг другое дело что вы можете в процессе добавления проверить как это работает и это уже называется дебаггинг да когда вы ставите breakpoint и проверяете где и как ваш код работает или когда ищите ошибки другими словами при рефакторинге можно внести какие-то ошибки до при создании то есть если дебаггинг это процесс отлова ошибок то рефакторинг в общем-то на мой взгляд внесение как раз этих ошибок и собственно говоря рефакторинг и дебаггинг идут всегда вместе и это вот мое видение этой проблемы без рефакторинга не может быть программирования то есть все программирование сводится к того что вы написали код и изменили посмотрели как работает не работает одебажились не внесли рефакторинг вот вот такое вот ну я попытался все ну как сказать по-русски там утрировать да то есть упростить но рефакторинг на мой взгляд есть программе когда конечно существует более жесткие определения с понятия рефакторинг но как ни крути внесение изменения и дебаггинг это и есть программирование вы этим занимаетесь как разработчики с утра до вечера внесли одебажили внесли одебажили опубликовали хорошо ладно но это уже программирование отношения никакого не имеет ну вот так вот наверное я отвечу на этот вопрос я готов с вами пообщаться по этому поводу и поделиться своим мнением вас прошу в комментариях также можете поделиться в телеграме в общем то подписывайтесь на канал как там обычно это делается нажимаете колокольчик ставьте лайки в общем чтоб не пропустить видео я думаю что на сегодня все пишите правильный код и